Десногорск Встреча с книгой «Письма Победы атомных городов». Вы сейчас меня, наверное, не узнали бы. Стал совсем седой. А ему на тот момент было 34 года. 17 апреля в Десногорске прошло официальное открытие мотосезона. Мероприятие «Проба асфальта» стало отличным поводом для встречи всех тех, для кого мотоцикл – это неотъемлемая часть жизни. Общая страсть к скорости и движению объединила в этот день жители Десногорска, Смоленска, Рославля и Сафонова. Среди них представители байкерских клубов «Ночные волки», «Ночные валькирии» и «Девочки на мото», а также настоящие ветераны мото-движения. Сколько лет вы уже за рулем? Ну, с 77-го года. Мероприятие началось с Кургана Славы. Там участники возложили цветы к вечному огню. А основная программа фестиваля прошла на площадке первого микрорайона. Перед зрителями развернулось масштабное зрелищное шоу. Конкурсы, призы, специальная фотозона и, конечно же, гвоздь программы – мото-джимхана. «Мы проводим мероприятия по мото-джимхантингу. Новое мероприятие для нашего города. Нашим жителям нравится рев моторов, скрип, свист, шин. Жители в восторге». Мото-джимхана представляет собой спортивное соревнование в искусстве маневрирования мотоцикла. Участники демонстрируют уровень владения транспортным средством, на время преодолевая искусственные препятствия на асфальтовой площадке. Официально такого вида спорта в России пока нет. Мото-джимхана – скорее любительское соревнование, с каждым годом набирающее все большую популярность. «На этот год у нас очень большие планы. У нас два крупных соревнования намечаются от Российской Федерации мото-джимханы. У нас будут проходить два этапа. Также очень много наших своих местных этапов, где мы будем приглашать, само собой, ребят из разных городов». Принять участие в соревновании мог как профессионал, так и любитель, желающий проверить свои навыки вождения. Но это не так легко, как может показаться на первый взгляд. «У меня другой стиль езды, я не о силе такой». Рискнувших в первый раз проверить свои силы в экзотическом соревновании все же было немало. И никто из них не остался равнодушным. А наоборот, участие настроило их на дальнейшие тренировки и занятия по маневрированию мотоциклом. «Я впервые в жизни принимаю участие в таких соревнованиях. И сразу чувствуется отсутствие опыта в управлении мотоциклом на коротких дистанциях между фишками. Но будем тренироваться, чтобы намного увереннее чувствовать себя на дорогах и не попадать в опасные ситуации». Распределение мест и вручение грамот провел заместитель главы Десногорска Александр Новиков. «Грамотой за участие награждается Варяков Евгений». На импровизированном пьедестале в этот раз оказались преимущественно смоленские мотолюбители. Участники из Десногорска удостоились похвальных грамот. Уже девятый раз в регионе проходит фестиваль «Читающая Смоленщина». Его цель – продвижение книги и чтения, раскрытие фондов областных и городских библиотек и живое общение. В рамках мероприятия 15 апреля в Десногорской центральной библиотеке была проведена встреча с книгой «Письма Победы атомных городов». Издание создавалось Управлением информации Смоленской АЭС к 75-летию Великой Победы и 75-летию атомной промышленности. Люди приносили, наверное, вот такое мнение, как будто самое дорогое, что у них есть в жизни осталось. Вот, наверное, такой как будто талисман, который передается в семье и который, наверное, хранится и охраняется лучше, чем любой, наверное, дорогой предмет, который есть в данной семье. Итогом работы стал сборник писем фронтовиков времен Великой Отечественной войны, родные и близкие которых сегодня живут в городах расположения атомных станций. Исторический «Альмана» включил в себя более 70 писем, 13 из которых – реликвии десногорских семей. Вот маленькое письмо, значит, вот он пишет. 15 октября 1941 года Пятвязьми попал в окружение. Пришлось пережить и поработать в Смоленской области до 20 февраля 1942 года. Вот уже скоро будет месяц, как наша часть, в том числе и я, нахожусь в бою. Вы сейчас меня, наверное, не узнали бы. Стал совсем седой. А ему на тот момент было 34 года. Родственники фронтовиков поделились сокровенными строками с молодежью Десногорска. Эти письма солдат, которые не вернулись домой, помогут ребятам в полной мере понять ценность мирного времени, осмыслить мужество и подвиг советского воина, ощутить его тоску по дому, желание скорого возвращения и скорой победы. Также учащиеся Десногорского энергетического колледжа показали творческие зарисовки. Молодые люди были награждены благодарственными письмами. В конце выпуска о погоде. 20 апреля в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 8, ночи плюс 4. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова